Я прошу вас, коллеги, сейчас выступить с вопросами или комментариями по поводу нашей сегодняшней темы. И мы не будем устанавливать регламент временной для выступающих, но в пределах разумного. Вот у нас есть час на эти разговоры. Пожалуйста, Лев Дмитриевич, вам бы полгода начать. Лев Дмитриевич Гудков имеет слово, руководитель Левады Центра. Прошу. Включен? Спасибо. Вообще говоря, сегодняшнее выступление производит очень сильное впечатление своим контрастом. Одни-два выступления Косачева и Плегина – это гладкие, довольно бессодержательные, дипломатичные выступления, практически говорящие о том, что ничего менять не надо, что стабильность – это высочайшая ценность, предсказуемость, а, соответственно, мы ничего не будем менять. Это реакция власти, которая продемонстрирована в течение избирательной кампании. И суть ее прочитана и обществом, что власть не в состоянии не видеть ни вызовов, ни серьезных проблем, и ничего менять не будет. Это, в общем, тезис Путина во всех его статьях, представленных, за исключением некоторой особенности риторики. Вторая часть выступлений, обозначенная господином Шокенхоффом, и еще в большей степени гораздо более резко и четко поставленное выступление Петровым, которым, надо сказать, меня просто поразил, ну, должен сказать, блестящий диагноз ситуации, очень точный, очень явный, вот, он говорит о том, два этих вот вторых выступления, они показывают, насколько серьезные проблемы и вызовы, стоящие перед Россией, и где можно искать точки соприкосновения. Я, поскольку, ну, действительно, приходится все время иметь дело с анализом и динамикой общественного мнения, могу сказать, что результаты выборов, сам процесс выборов указывает на быстро идущий процесс делегитимации нынешней системы. Он неостановим. Предвыборная кампания, несмотря на всю мощь административного ресурса, смогла лишь удержать сегодня вот этот процесс делегитимации режима. Через какое-то время он возобновится, когда вот кончится тот ресурс мобилизации, агитации, раздачи популистских обещаний, заверений, и мы окажемся в гораздо более тяжелой и острой ситуации, потому что явно совершенно, что ни парламент, ни исполнительная власть, ни, так называемая, околовластная элита не в состоянии дать внятных ответов на эти вызовы, на накапливающееся напряжение, и не собираются дать. В силу ли интеллектуальной неспособности, в силу коррумпированности, ну и не в прямом смысле, а коррумпированности и ангажированности власти. Это серьезнейшая проблема, которая действительно делает, ставит и перед европейским сообществом, и перед германскими политическими кругами, очень серьезные проблемы, в какой степени Россия, вот в выношенном виде, пока сохраняет стабильность, а не превратится в источник крупных международных проблем. Это вопрос, на котором пока сегодня нет, и который бы надо обсудить. Я надеюсь, что сегодня об этом будут говорить. Во всяком случае, я бы подчеркнул уже вот в сегодняшнем выступлении, что обозначены не просто позиции, но и способы реагирования на поставленные проблемы, что в каком-то смысле иногда стилистика более важна, чем содержание. Вот в этом смысле реакция, стилистическая реакция на поставленные проблемы, она сама по себе достаточно красноречива и ясно указывает на перспективу возможного развития дискуссии. Большое спасибо. Я, коллеги, понимаю, что совершенно беспардонно сейчас нарушу правила поведения модератора, но я, тем не менее, не могу не сказать, что, будучи солидарным с Львом Дмитриевичем буквально по всем вопросам, все-таки есть один, с которым я не согласен. Мне кажется, что на мероприятиях школы, на форумах, которые школа проводит, без содержательных выступлений не бывает. Я должен, как модератор, это подчеркнуть, и я готов на этом настаивать. Прекрасно, что мы так легко снимаем противоречия. Коллега Колесников имеет слово, прошу вас. Будьте добры, микрофон обязателен. Дождитесь, пожалуйста. Прошу вас. Я, так сказать, по поводу внешней политики скажу на этот раз. Мне кажется, что внешняя политика России, у меня будет как бы комментарий и одновременно вопрос господину Шопенхофу. Внешняя политика России, как мне кажется, является заложницей политики внутренних. И в этом смысле она как бы не существует. Есть внутренняя политика, в ней есть какая-то рамка идеологическая и практическая. И все, что происходит в российской внешней политике, полностью зависит от того, какой вектор выбран во внутренней политике. Поэтому эта политика довольно часто или почти всегда реактивна. В России стремилась бы навязывать свою повестку дня, но у нее не получается, потому что она все время реагирует. Она реагирует на события в Ливии, она реагирует на события в Сирии, она реагирует на ПРО. И всякий раз почему-то оказывается как бы в хвосте от этого самого западного мира, к которому вроде бы Россия и стремится, а с другой стороны никак к нему и не приблизится, сама отталкиваясь от него. Приняли одну резолюцию по Ливии, потом, обжегшись на Ливии, совершенно иначе ведем себя в отношении Сирии. Как бы внешний образ этой политики достаточно непривлекательный. С одной стороны, благодаря нынешней предвыборной кампании, когда в риторике, главным образом Путина, возникли давно забытые какие-то образы врагов, от которых нужно защищаться. Этот глагол очень часто употреблялся Путином, в том числе, так сказать, в его стадионной речи. Понятно, что это предвыборная риторика. Надо понимать, что, естественно, гораздо более прагматично будет себя вести Путин, когда он станет президентом. Но, тем не менее, это имело свои плоды. И, значит, вот этот зловещий образ государственного департамента США, как некой главной силы, которая заменила уже домасонский заговор в сознании среднероссийского человека, он сформирован. С другой стороны, первый человек, с которым встретились наши бывшие Домы Веры, был Берлос Конни. Что тоже, на самом деле, с имиджевой точки зрения, какой-то очень странный шаг тех, кто формирует, так сказать, повестку наших руководителей. Понятно, что массовому общественному мнению глубоко наплевать, с кем встречается, значит, Путин и Медведев. А вот продвинутым слоям образованному классу смешно становится, потому что там пьеса, так сказать, Дарьо Фо про Берлос Путина, она, так сказать, одна из самых популярных пьес сейчас в Москве. Это вызывает, так сказать, крайне негативную реакцию. Ну, Берлос Конни уже пародийный карикатурный персонаж, и наши лидеры, встречаясь с ним, как бы забирают частью вот этой пародийной харизмы. Это очень плохо. И вот балансируя между вот как бы цивилизацией и варварством, даже не Западом, а Востоком, потому что с Востоком мы тоже хотим вроде как дружить, и тоже не очень получается. И заметьте, что с будущим новым лидером Китая встречался Обама, а Путин и Медведев отложили эту встречу, что крайне недальновидно, так сказать. Американцы очень сильно ушиблены Китаем, они, так сказать, может быть, чересчур серьезно относятся к Китаю, но, тем не менее, Китай действительно держава, которая будет определять многие тренды там ближайших десятилетий. Мы с Китаем не встретились. Поэтому даже вектор, в общем, российской внешней политики непонятен. Он на Запад или на Восток? Мы там с цивилизацией или мы с варварством? Мы берем на себя роль посредника между цивилизацией и варварством. Это очень важная, кстати, функция. Мы ведем переговоры с Сирией, мы ведем переговоры с КНДР. И с точки зрения дипломатии это абсолютно оправданно, на мой взгляд. Но мы не выбрали до сих пор ту сторону, с которой мы будем играть в ближайшие десятилетия. В этой связи вопрос к нашему уважаемому гостю. Какие инструменты втягивания России в Запад могут возникнуть в ближайшие десятилетия? Я понимаю, что есть такие якоря, как ВТО, ОСР и так далее. Но достаточно ли этого? И, может быть, есть какие-то другие инструменты, которые бы склонили бы Россию, склонили бы Путина. Нужно быть реалистами. Шесть лет действительно будет Путин. Он будет определять, как мы будем жить, несмотря на изменения в общественном сознании. Вот какие инструменты будет использовать Запад, Германия и так далее. Спасибо большое. Коллеги, я вижу, что господин Шокенхофф хочет отреагировать незамедлительно, поэтому передаю ему микрофон. Прошу вас. С моей точки зрения, было бы большой ошибкой только отличать альтернативы хаос или статус-кво. Может быть, ситуация в России такова была в 2001 году, когда Путин начал свой первый президентский срок, когда люди в результате хаотичных изменений в 90-х просто соскучились по социальной безопасности, по экономической безопасности. И Путин обещал стабильность. И для людей в России, которые опасались хаоса, они больше опасались хаоса, чем желали изменений. Гражданское общество скорее было пассивным и говорило, оставьте нас в покое с политикой. Если политика обеспечивает социально-экономическую стабильность, это для нас важнее, чем, так сказать, движение в неизвестном направлении. Сегодня дела обстоят иначе. То есть мы видели во время демонстрации, есть растущий средний слой, который хочет не только стабильности, который чувствует, что все мы, это касается и Европы, и России, что стагнация застой означает деградации, регресс. И я думаю, поэтому у нас нет альтернатив. Вопрос в том, как именно, каким образом будут изменения. Это касается внутренней политики. И, по-моему, поэтому очень важно, чтобы Путин вот эту готовность граждан ангажировать, действовать активно, принимать участие, чтобы Путин обратился к этим стремлениям. Вопрос, конечно, в том, что федерализм. Мы, конечно, как немцы, не являемся тут учителем. Мы даже лучшие ученики класса их обычно не любят, и каждая страна должна найти свой путь. Но я думаю, что вопросы современного государства, они не урегулируются только вертикально. И проблема внутренняя России – это сосредоточение на вертикаль власти. То есть географически, топографически такая громадная страна, она трудноуправляемая. И поэтому вопрос, конечно, как наряду с вертикальным власти есть и горизонталь в политике, то есть рядоположность различных решений, соревнования, разнообразие мнений. Это, по-моему, мнение – существенный пункт, который в 2012 году российский президент просто обязательно должен учитывать, потому что статус-кво означает не только стабильность, статус-кво означает деградацию. По внешней политике, собственно, то же самое относится, я говорил, Европа, Россия и то же самое относится к Соединенным Штатам Америки, утрачивает, относительно, конечно, утрачивает свой вес в темографическом, в экономическом отношениях, и таким образом и в политическом. И Америка на продолжительный срок не будет в состоянии в одиночку своими собственными политическими, экономическими и военными инструментами отстаивать свои интересы во всем мире. Европейская внешняя политика тоже является реакцией. Но как реакция на изменения мы должны попытаться думать о том, что мы должны устанавливать статус-кво и сохранить его, такой опции у нас нет. И Арабская весна тому наилучший пример. Мы должны, может быть, разбираться в ситуации, когда благодаря демократическим выборам в некоторых арабских странах возникает такое политическое соотношение сил, которое нас не устраивает, которое не соответствует нашим ценностям, нашим интересам, но мы должны иметь общий ответ, какими будут изменения. Изменения, а не реальность. И мы можем просто сказать, что мы попытаемся как можно дольше сохранить старый порядок, но тогда мы не можем повлиять на изменения. Или же мы стараемся своими инструментами, экономическими инструментами, торговыми делами, новой архитектурой безопасности, гражданскими предложениями, но и при помощи, защитой наших интересов в безопасности, ну, например, в отношении Ирана, который становится ядерной державой, или же на юго-восточном или южной периферии, там, Европы, России, это смотря куда смотреть. То есть это тоже надо учитывать. Кстати, я думаю, наибольший вызов – это не самоутверждение России в отношении Европы, наибольший вызов России – это не окружение какое-то, мне кажется, это какое-то старое мания преследования, самый главный вызов – это и не политика, как мы ее знаем со времен Холодной войны, в этом нет никакого интереса Запада и нет интереса в России. Вопрос заключается в том, можем ли мы совместно, которые мы экономически, демографически, политически уменьшаем свой вес в мире, можем ли мы все-таки влиять на мировой порядок и найдем ли мы партнеров в мире, которые, может быть, разделяют наши представления о международном устройстве, которое свои интересы с нашими интересами приводит в соответствие. И поэтому это и такой опыт, который был в ЕС после 1945 года. Это сила и претензия быть глобальной державой. Это не гегемония, это не зона привилегированного влияния, а сила вытекает из интеграции, из сотрудничества. И оттуда вытекает именно сила принимать участие в глобальных изменениях, а не быть пассивной стороной, которая страдает от этого представления о сохранении статуса мира, в котором нет изменений. Это представление, к сожалению, в действительности не существует. И я думаю, у нас поэтому есть интерес в том, чтобы наши совместные интересы активно, совместно отстаивать и чтобы не изолироваться. Коллеги, мы продолжаем. Прошу Светлану Шмелеву. Да? Прошу, Света. Светлана Шмелева, выпускница Московской школы политических исследований 2005 года. Любое соглашение начинается, на самом деле, не с первого раздела, где мы говорим о предмете, а с преамбулы, где мы договариваемся, что есть такие-то стороны и кто эти стороны уполномачивает и на основании чего. Здесь больше обсуждался предмет, точки соприкосновения и так далее. Но и даже говорилось о том, что не имеет значения, кто президент. Важно, чтобы эти отношения были. Но, может быть, не имеет значения, кто, но имеет значение, наверное, как, в смысле института. И я прошу прощения, что мне приходится возвращать всех чуть назад, в преамбулу договора, но хочется понять, договорились ли мы о том, кто представляет эти стороны, не в смысле законности, а в смысле легитимности. Здесь господин Пледин говорил о хаосе, чтобы у нас был во всем порядок, мы должны понять, легитимен ли Путин. И здесь я специально уточню, речь не о законе, потому что за 12 лет, ну, какие законы не так уж важны, да, можно было создать их любые. Речь о том, была ли конкуренция, речь о судебной системе и рассмотрении каких-то жалоб. Речь о том, признан ли в мировом сообществе Путин легитимным президентом. И можно ли заключать вот эти соглашения. Спасибо. Да, Владимир Николаевич, прошу. Когда говорил я о хаосе, то это совершенно не касалось того явления возможного или невозможного хаоса внутри России. Это совершенно отдельная проблема обсуждать эту проблему стороны хаоса. Меня всегда в этом вопросе интересует оценка, которая дается европейскими сообществами, которая дается Соединенными Штатами тем событиям, которые происходят в арабском мире или реакции нашей на арабские события. Все дело в том, что вот те процессы, которые начались в арабском мире, это процессы во многом хаотические, непредсказуемые, и которые привели в том числе к трагедиям моих очень многих близких, совершенно знакомых, абсолютно людей мира в том же арабском мире. Это очень известных людей, это люди мира. Сейчас они потеряли очень многое в арабском мире. Поэтому я говорил не о применительных Российской Федерации. И что касается вопросов проблем легитимности, которые, конечно, отличаются от законности, то мне представляется, что в этой теме в настоящее время существует консенсус. Этот консенсус заключается в том, что выборы, которые состоялись, президентские выборы в Российской Федерации, они признаются в качестве легитимных, именно в этом глубоком смысле этого слова легитимности, потому что не вызывает никаких сомнений о том, что подавляющее большинство народа проголосовало, я не буду приводить цифры, они хорошо известны, подавляющее большинство народа проголосовало за Владимира Путина. Это не вызывает никаких сомнений. А точно так же, с моей точки зрения, когда мы ставим диагноз или не ставим диагноз, или это постановка диагноза, в данной ситуации, когда я говорю об этом диагнозе, я говорю о нем не с точки зрения внешнего наблюдателя по отношению к этому диагнозу, я говорю в том числе с точки зрения участника формирования этой системы. И, понимая ее вызовы, в то же время понимаю примерно механизмы решения, связанные с этими вызовами, которые, конечно же, не опираются на элементы стагнации или не опираются на элементы нестагнации. Меня интересовал, где-то я, может быть, в своем выступлении попытался поставить этот вопрос, меня интересуют наши совместные действия, которые связаны, допустим, с этими, действительно, с проблемами исчезающих территорий или с проблемами слабых территорий, и мы здесь будем действовать. Но мне представляется, спасибо большое, вы подчеркнули нашу, может быть, совместно уменьшающуюся роль в мире, то есть новая картина в мире рисуется. Что делать с этой совместно уменьшающейся ролью и как на эту уменьшающуюся роль отвечать? Примительно к четырем вызовам. Всем известным вызовам. Демографическому, вызову распространения общих вооружений, ресурсному кризису и четвертому вызову, это климатическим изменениям. Что будет на это ответить? Мировое правительство, как это предложил Телбот, ну, по крайней мере, в рамках постановки вопроса в одной из своих книг, как мы на эти все вещи выйдем. Примерно по вопросу легитимности, я думаю, что я, по крайней мере, постарался на это ответить. Спасибо. Спасибо. Легитимность всегда исходит и из определенных ценностных представлений. И, согласно моему демократическому пониманию, китайский президент не является легитимным президентом, но он является президентом Народной Республики Китай. И, конечно, ни одна страна не может себе позволить не поддержать политических отношений с этой страной. Но я хочу сказать, что я глубоко убежден, что есть существенная разница между Китаем и Россией, которая заключается и в ментальности, и в истории, так сказать, духовного развития. И Россия по своему историческому развитию, по своей культуре, по своей политической культуре является глубокой европейской страной. И развитие наподобие китайской, где претензия на монополии одной партии в политике комбинируется с абсолютно развязанным капитализмом, отвязанным капитализмом в экономике, по моему глубокому убеждению, в России просто немыслимо. И поэтому легитимность политического руководства в России будет зависеть от того, в какой мере правовая государственность, участие, прозрачность, классность и политическая конкуренция осуществляется. Выборы в Думы и выборы президента, конечно, сопровождались нарушениями, но не я здесь могу дать оценки, конечно, но вопрос легитимности зависит и от того, насколько такие нарушения просто игнорируются или в какой мере мы работаем с нарушениями, то есть в какой мере те, кто активно допустил или организовал подобные нарушения, привлекаются к ответственности. И чтобы это было и очевидно для граждан, что это имеет для них какие-то последствия. И легитимность, я убежден, также зависит от того, в какой мере новое руководство, как это было, собственно, заявлено, как новое руководство, может правило для допуска кандидатов, для регистрации партий изменить таким образом, чтобы стала подлинная конкуренция, чтобы была конкуренция мнений в средствах массовой информации, чтобы люди и за пределами политических партий, в неправительственных организациях получили такую возможность. Я убежден, что современное государство по современным соображениям, и Россия для меня в этом смысле глубоко, европейская страна, не может просто сверху вниз управляться, недостаточно, чтобы гражданин платил налоги, строились школы, улицы, инфраструктура, нет активного участия граждан. В частности, и на общественных началах является существенным для функционирования современного дееспособного государства. И поэтому вопрос заключается в том, какие изменения происходят в государстве. Что касается вас, господина Плигина, да, конечно, один из самых крупных вызовов. Это, конечно, не крупные какие-то государства, которые нам физически угрожают. Главные вызовы – это слабые государства, или государства, государственных которых попросту не функционирует. Сомалия ли это, или на Среднем и Дальнем Востоке, в Центральной Азии государство. Я никогда не мог бы себе представить 10 лет назад, но если бы тогда кто-то говорил, что вообще морские силы будут участвовать в Африке в охоте за пиратами, я бы сказала, ты читал вчера вечером плохой приключенческий роман. Но мир изменился, и наше участие в Афганистане также является реакцией на угрозу, которая далеко от Европы находится. То есть, мне кажется, нестабильность и распадающиеся государства сегодня, как угроза, нельзя очертить в географическом плане, и поэтому мы имеем совместную ответственность, совместную интересу и безопасность и противостоять этому. По поводу будущего всемирного правительства, у нас уже не биполярный мир, но тот факт, что мы в качестве реакции на финансовый кризис, например, три с половиной года тому назад из рамок восьмерки сделали рамки большой двадцатки. Это дает возможность проводить и форумы большего размера, в более сложных форматах. Касается ли это, скажем, сохранение, защиту ресурсов или сохранение климата. Этими вопросами должны заниматься не только самые крупные государства. Тут нужны и новые форматы, которые позволяют согласовывать интересы самых разных участников этих процессов. И мы должны согласовывать наши интересы и выступать совместно в их реализации. Спасибо. Очередь сформировалась, и Алексей Макаркин получает слово. Прошу вас, Алексей, дождитесь микрофона, прошу. Спасибо большое. Я очень благодарен докладчикам за интересное выступление. У меня будет небольшая сравнительно, может быть, реплика из трех частей. Значит, одна часть. Наверное, для того, чтобы добиться тех результатов, о которых мы сегодня говорили, мы должны в России изменить отношение к феномену государства. Государство у нас сейчас игрок. Одна из сторон. Есть государство, есть оппозиция. Если перефразировать Киплинга, то власть есть власть, а оппозиция есть оппозиция. И местами им не поменяться. Колоссальное недоверие власти к оппозиции, государство к оппозиции. Колоссальное недоверие оппозиции к государству. И в крупных вещах, и в мелочах. Когда я смотрел большие московские митинги, то столкнулся с тем, что, с таком, может быть, маленьким фактом, достаточно известным, интересным, что численность участников митингов в наших органах внутренних дел постоянно занижают в два раза. Как минимум. Там есть власть, я такую беру консервативную оценку. Как минимум в два раза. Вот. Один раз был случай, когда они занизили цифру акций в поддержку власти. Это был автопробег, когда они сказали, что две тысячи. Соответственно, организаторы сказали, что нет, не две тысячи, а пять тысяч. И так, как речь шла о власти, то наши органы внутренних дел тут же извинились. Сказали, раз пять, то пять. Вот. То есть, здесь у государства сторона. Не арбитр, который должен урегулировать споры и быть объективным фактором, а сторона. Вот, если берем французский опыт, во Франции отсутствует такое понятие, как центр избирком. Там выборы проводит МВД. И, несмотря на это, эти выборы вполне авторитетны, пользуются доверием и так далее. А я не знаю. Я не знаю. Потому что, чем лучше, лучше ли у нас избирком или МВД, я не знаю. Вот. Но там каждый глава МВД, который является политическим деятелем, прекрасно понимает, что если ему стоит чуть-чуть зажать оппозицию, то завтра же это сделает сменивший его министр, который сейчас в оппозиции, в отношении него самого. Так он, в это время, будет в оппозиции. И поэтому, и там, это один фактор. Другой фактор, там универсалистская государственная машина, которая работает абсолютно профессионально и самостоятельно. Это вот один момент. Вот сможет ли государство так самоограничить себя? Большой вопрос. С этим связана вторая проблема, о которой я хотел сказать. Я хотел бы продолжить слова Владимира Николаевича о неопределенности. Наша проблема в том, что мы боимся неопределенности не только в Сирии, Ливии, но мы боимся неопределенности и у нас. Причем это связано тоже с особенностями нашей истории. Но вопрос в том, что такое неопределенность. У нас каждые выборы они носят какой-то судьбоносный характер. Мы выбираем свою судьбу. Вот во Франции будут сейчас выборы, там они судьбу не выбирают. Там выбирают свою судьбу некоторое количество политиков, которые либо будут на скамьях власти, либо на скамьях оппозиции. И то они выбирают там свои личные карьеры. У нас мы выбираем судьбу. Но есть еще один важный фактор. Постепенно у нас складывается, трудно складывается в зависимости с колоссальным взаимным недоверием. У нас складываются определенные консенсусные положения. Например, сейчас ни одна из партий не выступает против политической демократии. Даже те люди, которые еще недавно, сравнительно недавно требовали сильной руки, которая наведет порядок. У нас ни одна из партий не выступает в принципе против рыночной экономики. Хотя есть разные точки зрения по поводу крупной собственности и ее судьбы. У нас ни одна из партий не выступает против правого государства. Вот если этот консенсусный, эти консенсусные, их не должно быть много. Если они сложатся, то выборы перестанут быть судьбоносными. И в этом случае можно будет нормально допускать неопределенность в результатах этих выборов. То есть, собственно говоря, какая разница для существующих правил игры, кто одержит верх. Но для этого нужна сильная политическая воля всех сторон и в первую очередь то самоограничение государства, о которых я уже говорил. способность государства на это это отдельный большой вопрос, ответ на который не очевиден. Ну и в заключение третье. Я думаю, что когда мы говорим о наших отношениях с Европой, то мы и у влияния внешнеполитического фактора на внутреннеполитический, я бы обратил внимание на фактор образцов. Вот у меня сложилось ощущение, что наши политики, причем не только властные, но и значительная часть оппозиции, по крайней мере парламентская оппозиция, они видят, они ориентируются на европейские образцы многолетней давности. Для нас образцы это Черчилль, Деголь, Бисмарк, Столыпин, которому сейчас мы собираемся ставить памятник, это, безусловно, великие политики, но нельзя их копировать. Мы во многом копируем их не только позитивный, но и негативный опыт. В частности, пренебрежительные отношения к формальностям, к процедурам, к демократическим нормам, к правам меньшинств, к правам малых народов и так далее. Вот если мы при всем уважении к опыту предыдущих поколений, к опыту великих политиков, которые действовали в сложнейшие периоды истории, все-таки будем ориентироваться на образцы современной демократии, принципиально отличающейся даже от того, что мы видели в начале 60-х годов демократии, прошедшей испытания, можно сказать, закалившейся в 68-м году, в этом переломном периоде, который для Советского Союза был совершенно иным, чем для Америки и для Франции, вот, то, если мы учтем этот опыт, то мы можем лучше понять и наших критиков зарубежных, и, наверное, лучше понять самих себе. Спасибо. Благодарю вас. Константин Эггерт имеет слово, прошу. Спасибо огромное. Я, как опоздавший, видимо, буду... Владимир Николаевич, не уходите, я вам хочу несколько слов сказать тоже. Ну, несколько минут, ладно? Я, как опоздавший, просто хочу извиниться, сказать, что, наверное, я, может быть, повторю что-то из того, что было сказано как докладчиками, так и людьми, которые выступали из зала. Меня зовут Константин Эггерт, я работаю на радио Коммерсант FM. И я бы хотел начать с очень короткого, маленького воспоминания. И в чем-то, наверное, это связано с тем, о чем говорил Алексей Макаркин. Лет, наверное, 12 назад я встречался со своим другом, известным британским исследователем, Джеймсом Шером, который много занимается Украиной. И тогда я ему сказал, что, ну, высказал это, был 2000-й год, может быть, 2001-й. Я ему высказал в каком-то довольно пренебрежительном таком тоне об Украине, сказал, ну, это вообще по сравнению с Россией, катастрофа, мифиозное государство, полный развал, распад, ужас. Он сказал мне, Костя, не торопись, в Украине есть одна штучка, которой не было пока в России, ну, мы говорим в 2001-м годе. В ней есть президент по фамилии Кравчук, который в 94-м году, проиграв выборы, пошел работать простым депутатом Верховной Рады, создал свою партию, и это, поверь мне, когда-нибудь, дело не в Кравчуке, а дело в факте, что в начале 90-х годов политик на постсоветском пространстве мог проиграть выборы и спокойно уйти в обычные депутаты из глав государства. Когда-нибудь, он сказал, это будет важным кирпичиком в закладывании базы новой украинской государственности. Я думаю, то, что мы видели последние 10 лет, показывает, что действительно политическое развитие Украины, наверное, от такого факта выиграло. И вот в этом смысле мне бы хотелось сказать, во-первых, спасибо Владимиру Николаевичу, который пришел сюда и участвует в этой дискуссии от имени «Единой России». У меня, как это ни странно, после декабря и марта очень оптимистический взгляд стал на будущее партии «Единой России». Я говорю это совершенно без иронии. Только испытав, ну, мне кажется, довольно реально моральное, как минимум, поражение в декабре, она получила возможность подумать о том, ну, по крайней мере, ее активные члены, так сказать, люди, которые действительно пытались заниматься чем-то в рамках этой партии, получили возможность задуматься о том, а стоит ли им, не стоит ли им, может быть, сделать из этого действительно, там, реальную партию, не партию бюрократов, которые действуют по указанию из президентской администрации. Я думаю, что при довольно большом количестве людей, мыслящих, ну, довольно консервативно, может быть, чуть-чуть по-советски в России, база есть. Захотят ли Владимир Николаевич и его коллеги развивать эту базу? Не знаю, но однозначно, наверное, у этих людей будут какие-то политические запросы, и если даже завтра в России при фамилии президента будет Навальный или Ходорковский, эта масса людей никуда не исчезнет, и у нее будут свои интересы. Точно так же, я думаю, для Владимира Путина произошедшего был большим уроком, он впервые в жизни вел кампанию президентскую, оппонировал, правда, не картонным оппонентом, а оппонировал Болотной площади и проспекту Сахарова, что было очень парадоксально, оппонировал не всегда хорошо, и, на мой взгляд, иногда просто скандально и странно для кандидата в главу государства, но, по крайней мере, почувствовал, что такое настоящая политика, может, ему когда-нибудь в голову придет досрочные выборы созвать, и, там, вот, скажем, вашу партию по-настоящему возглавить, а не командовать ею, так сказать, по телефону, так что, ну, реально, спасибо, это без иронии, это очень здорово, что есть такой диалог. Мне кажется, что, вот, господин Шокенхов говорил о двойных стандартах, и о том, что, вот, оценки Китая и России немножко разные, я с вами совершенно согласен. В 2006 году, в период, когда Россия у нас каждый день вставала с колен, так часто, что это напоминало физзарядку, это не моя шутка, Витя Шендерович, так вот, тогда, помните, была такая знаменитая история, когда вице-президент Чейни приехал в Вильнюс и разругал Россию, на следующий день поехал в Астану и сказал, как хорошо развивается Казахстан, значит, и как там все замечательно происходит. И тогда все очень сильно в Москве обиделись, вот, Владимир Николаевич тоже помнит, двойные стандарты, вот, проклятые американцы нехорошо себя ведут. Я был очень рад тогда, потому что очень здорово, что Россию оценивают по другим стандартам, чем те, по которым оценивают Казахстан. Это правильно, если в Казахстане людей не расстреливают перед телекамерами, как это делает в Китае, это гигантский прогресс в плане демократии. К России можно и нужно предъявлять другие требования, я считаю, что ее граждане должны предъявлять своему правительству именно такие требования, требования, соответствующие европейским и американским стандартам. Это нормально, и хорошо, пусть такие двойные стандарты больше существуют. Проблема, господин Шокенхоф Европы, мне бы хотелось задать вам этот вопрос, если его еще не задавали. На мой взгляд, вот в чем, она имеет дело с Россией, постоянно ее уговаривает, мы на ваши интересы не покушаемся, мы не пытаемся что-то такое нехорошее для России сделать. Понимаете, проблема в том, что Россия, общество и политический класс пока не знают, какие у нее интересы и какие у нее ценности, кроме самых общих. Мы не хотим ядерной войны, но это нормально, никто не хочет. И в этом не вина ни Ельцина, ни Путина, ни Медведева, ни меня, ни Плигина, ни Макса Трудолюбова. За 20 лет, с момента конца Российской, Советской империи, невозможно сформировать новые ценности. Быстро. Так не получается. И поэтому, к сожалению, политика становится не выражением конкретных ценностей и интересов нации как таковой, она является игрушкой в руках правящего класса. И у правящего класса, который состоит из людей, понятное дело, одни интересы в обед в понедельник, а другие к ужину в пятницу. И в этом смысле требовать от России какой-то последовательности иногда, мне кажется, даже бессмысленно. Ушедший коллега Колесников очень правильно сказал, российская внешняя политика это просто предаток внутренний. И она на сегодняшний день формулируется одной очень простой фразой обеспечения сохранности нынешнего политического режима. Если смотреть с этой точки зрения, то и позиция по Сирии понятна, и много чего другое понятно. Но развиваться это будет в том числе и под воздействием вашим. А Европейский Союз пока что показывает нам, что он не очень готов отстаивать свои ценности, зато готов отстаивать интересы там Рургаза или Эни или чего-то еще другого. По крайней мере, таково восприятие людей на Болотной площади и проспекте Сахарова, в отличие от того, что было 20 лет назад, 89-90-м годов, никто не ожидает, что Запад что-то сделает, поможет. И слава Богу, пусть это будет русское дело. Но никто не ждет, что фрау Меркель скажет что-нибудь в поддержку демонстрантов или там Обама тем более что-нибудь скажет. Это никто уже не ожидает. Все знают, как сказал Ричард Перл, Europe always goes where the money goes. И в этом смысле это убеждение вам будет, господа из Берлина, довольно трудно изменить при всем вашем личном хорошем отношении к Российской Федерации. И только тогда, когда Европа, Европейский Союз будет показывать, что его интересуют по-настоящему ценности, которые провозглашаются на больших форумах, тогда можно будет говорить о реальном партнерстве. Что с этой властью, что с оппозицией. Спасибо, извините за резкость. Владимир Николаевич, что-то вы скажете перед уходом? Прежде всего, должен сказать огромное спасибо за эту дискуссию. Она, несомненно, очень интересна. Она может быть слишком широка, для себя, оказалась слишком широка. Значит, я вынужден признаться в том, чем признаются все бюрократы. Вы понимаете, что я являюсь в известной степени инструментом. У инструмента есть повестка. И эта повестка, она была запланирована ровно в 8 часов 30 минут. Я должен был в Государственной Думе начать совершенно на другую встречу. И там мои уважаемые коллеги, наверное, они уже тайно меня проклинают, но у них нет выбора. Завтра заседание Государственной Думы. Где действительно крайне было все интересно. Я думаю, что потом будет появиться возможность прочитать стенограмму и часто продолжать. Спасибо, Auf Wiedersehen. Это было замечательно. Спасибо. Я хочу к последней Wortмeldungen kurz. В последних двух выступлений хотелось бы высказаться. Извините, я фамилию не записала. Так. Я пришел к выводу, что у нас совершенно разное понимание того, что такое государство. Для меня государство это не правительство. Государство и не принадлежит правительству. Государство в первую очередь состоит из трех совершенно независимых властей. Из правительства это исполнительная власть, государство и не противостоит оппозиции, а в парламенте, то есть в законодательной власти это и большинство и оппозиция, и то, и другое относятся все-таки к государству и независимое и свободное правосудие. И четвертая власть добавляется, это гражданское общество и все в своей совокупности это государство. И все вместе должно выполнить свою функцию для того, чтобы государство функционировало. Что касается вас, я хотел бы вкратце сказать, может быть, чуть-чуть с иронией, если Украина выступает моделью, потому что президент может проиграть выборы и становится простым депутатом, то иронично хотелось бы сказать, в России даже президент может занимать куда более простые позиции до того, как состоятся выборы. То есть ему даже не надо проиграть на выборах, чтобы знать свою будущую должность. Но можно научиться, конечно, на разных примерах. и я думаю, что, конечно, люди знают, какие ценности они хотят. Я это знаю, правда, только по телевидению и по СМИ, но для меня было достаточно ясно, что люди хотят, которые вышли на улицу. Может быть, они были еще не организованы, может, у них еще нет ясной партийной программы, может быть, они немножко стихийно вышли, но я понял, что они хотят классности, они хотят отсутствия коррупции, они хотят участвовать, они хотят получить возможность снизу принимать участие в процессах и что они хотят конкуренции, политической конкуренции. Конечно, есть интересы, конечно, у Роргаз, у Эни, у прочих есть интересы, но есть ведь не только экономический интерес, и там тоже есть конкуренция. Я свой ток, свое электричество могу покупать у 10 разных фирм, если хочу, и я могу смотреть, сколько стоит электричество, но я могу и смотреть, откуда электричество берется, и я могу, как потребитель, у меня есть возможность сказать, что я не покупаю изделия, которые дети производят. У меня же есть эта возможность, и поэтому во всех областях, конечно, конкуренция важна, и кроме того, не надо верить, что все, что на Западе или в Германии происходит, что оно изначально достойно подражанию, и что оно поэтому лучше. Нет, отнюдь. У нас тоже происходят ошибки, у нас надо исправить ошибки, поэтому мы нуждаемся в конкуренции, поэтому мы нуждаемся в споре о лучших идеях, и полемику по поводу лучших идей не ослабевает государство, а делает его сильнее. И поэтому активные граждане, которые сейчас выходят на улицу, хотя, может быть, у них еще нет четких структур, они являются наиболее важным партнером для современного сообщества, для государства, которое может функционировать лишь так, так как различные власти несовисимы друг от друга и взаимно контролируются. Включите, пожалуйста, микрофон. Я сам, представьте, все в порядке сейчас. Я хотел сделать очень маленькую реплику по поводу легитимности проблемы и такой решительной реакции господина Плигина. Ушедшего, я бы тоже ушел на его месте, не желая это слушать. Родоначальник современной концепции легитимности государства Макс Вебер выделял, как известно, три чистых источники легитимности. Традиции, закон и харизма. О харизме не будем говорить, а вот два других типа легитимности, они сегодня представлены в нашей ситуации, в нашей стране. Если говорить о выборах президента, последних, то 35-37% считают, что эти выборы были нечестны. Не только из-за фальсификации, но и просто из-за характера проведения организации, из-за неравноправимости кандидатов разного эфирного времени и прочих-прочих несоответствий современным нормам правового государства, демократии и прочее. 45-45% считают, что все так, как оно и надо, и тут ничего удивляться не приходится. Это разные основания для легитимности. Одно, это апеллирующее к закону и к легальности. Другое, к традиционной безальтернативной отношению к царю, бессменной власти, которая идет от советского времени, а вообще говоря, уходит в гораздо более архаические пласты культуры политической. Недовольство ситуации началось не на выборах, не в последних выборах. Оно началось, первые признаки недовольства и сомнения в законности началось с того, когда Путин не передал полноту власти Медведевой. Это вызвало у населения довольно острую реакцию и привело, в общем, к сомнению в дееспособности Медведева и падению доверия к нему. Это первая была волна, которая потом никуда не делалась. Вторая, это, конечно, третий срок Путина, на который, вообще говоря, население отреагировало довольно остро. Но и в первой, и во втором, и в сегодняшней ситуации вынуждено было смириться, приняв насильственный принудительный порядок к этому. Примириться она с этим? Ну, внешне да. Признает это? Вот с этим я очень... у меня большие сомнения. И думаю, что этот процесс разъедания, эрозии, доверия и поддержки власти, он только будет усиливаться и продолжаться. Так что проблема легитимности, она вот очевидна совершенно. Коллеги, я должен поделиться с вами тем затруднением, с которым я сталкиваюсь. У меня, к сожалению, несмотря на интереснейший характер нашей дискуссии, нет полномочий ее продлить. И мы не будем это делать. Поэтому я сейчас сделаю, понимая, что я навлеку на себя гнев многих присутствующих, наверное, такую вещь, что я сейчас передам микрофон Николаю Петрову, как одному из наших спикеров, и попрошу сделать обобщающую ремарку, а потом господину Шокенхоффу. И после этого мы продолжим уже на неофициальной части наше общение. Прошу вас, Николай, если не возражаете, будьте добры. Спасибо. Я хотел бы заметить, что я не только один из спикеров, а я единственный доживший из российских спикеров здесь до финала. Николай, если вы намекаете на тройную дозу регламентного времени, то я не могу. Нет, напротив. Ни на что не намекаю. И мне кажется, у нас сложилась замечательная дискуссия, может быть, иногда немножко чересчур личностная и острая, но тем она и привлекательнее, и потом в условиях недостатка времени гораздо лучше, когда, мне кажется, позиции формулируются более жестко и провокативно. И я отметил бы всего одну вещь, и не как какую-то реакцию на дискуссию, а как важный штрих к тому, что у нас имеется и с какими проблемами мы столкнемся, в частности, в отношении модернизации и партнерства ради модернизации с Евросоюзом. И эта вещь связана отчасти с легитимностью и с тем, каким образом шла президентская кампания, а именно, что, к сожалению, в тактических целях во время президентской кампании ставка была сделана на те вещи, которые способствовали победе и относительно хорошему результату главного кандидата, но которые теперь его в известной мере связывают по рукам и ногам. И это, собственно, две важные вещи. Одна – это укрепление вот этой коалиции противников любых перемен, коалиции статус-кво, на чем, собственно, Путин и выиграл выборы, а теперь ему предстоит сказать, что мы, наше правительство, должны что-то очень серьезно менять. То есть как бы это тренд, который теперь тяжелым бременем на нем лежит. И второе – это патернализм. И мы не говорили об этом. Семь статей, которые, как говорят эксперты, действительно надо внимательно читать, потому что, хотя писал их не совсем, не только сам претендент, но он действительно их редактировал, и они отражают его позицию и его точку зрения. И это безумный патернализм. Мне кажется, вот это то, с чем нам придется всем, а не только власти, очень и очень обременительно ломать и ломать себя и ломать их. Это идея такая, что у нас есть деньги, чтобы купить все. И если у нас нет спортсменов, то мы купим хороших спортсменов и все выиграем. Но на самом деле это, к сожалению, не работает. И проблемы наши, они не решаются перераспределением денег и не связаны только и исключительно с ценами на нефть. Поэтому можно надеяться и разделять с Костин оптимизм не только в отношении «Единой России». Я абсолютно согласен. Есть шанс, и я в 2003 году считал, что был прекрасный шанс превращения ее в реальную партию власти. КПСС намного лучше, чем «Единая Россия» до того была. И шанс для нас, для всех. И шанс, мне кажется, в том числе он заключается в том, что когда мы оцениваем протестное движение, неправильно считать, что вот выдвинуты требования, ни одной из них власть не выполнила, значит, все ушло в песок. На самом деле колоссальный капитал накоплен, и колоссальный плюс протестного движения в том, что три месяца самые разные политические силы способны договариваться, три месяца создается инфраструктура, укрепляется доверие, а власть, она реагирует, хотя не хочет этого показать. Спасибо. На 24 сентября прошлого года, после съезда «Единой России», многие комментаторы опасались, что выборы ничего не изменят в России. Но я убежден, что последние шесть месяцев, и в частности последние три месяца, изменили эту страну, что то, что во время этих предвыборных баталий обнаруживалось, является необратимым, и что это развитие в сторону демократии будет продолжаться. Оно не пройдет линейным путем, будут и поражения, но это развитие, это новая Россия, это реальность, это необратимо. И чтобы вернуться к господину Петрову, самый большой ресурс, который есть у России, это не нефть, это не газ. Самый большой ресурс в России – это ее активные граждане, и поэтому я абсолютно не озабочен будущему России. Спасибо. Коллеги, мне кажется, что у нас есть все основания быть довольными собой, потому что мы совершенно замечательно провели это время. И, на мой взгляд, это одна из интереснейших дискуссий, которые проводила Московская школа политических исследований со своими партнерами в последнее время. Мне остается только перед тем, как я передам микрофон Лене Немировской, которая хочет сказать в заключение два или три слова, остается только высказать благодарность всем тем, благодаря кому эта дискуссия стала возможной. Я имею в виду в первую очередь, безусловно, наших спикеров. Я имею в виду тех людей, мемориал, которые предоставили нам это уютное помещение для наших разговоров. Я имею в виду... Вот, Лен, ну вы напрасно мне подсказываете, потому что у меня есть то, что сказать, да. Я имею в виду фонд Конрада Аденауэра, безусловно, Московскую школу политических исследований, а также всех, кто решил посвятить сегодняшний вечер вот таким вот интересным, я бы даже сказал, захватывающим разговором. Спасибо огромное, коллеги. Я передаю слово Лене, которая скажет что-то важное. Прошу, Лена. Когда говорит Андрей Александрович, всегда есть подвох и ирония. Это ручка моя. Я тоже хочу вместе со всеми поблагодарить за эту замечательную дискуссию, за ее открытость, несмотря на некоторые персональные неудобства. Тем не менее, дискуссия была в рамках того, что делает всегда школа, делает мемориал, делает фонд. И для нас это замечательный совместный опыт. Я хочу прежде всего поблагодарить на самом деле Адреса Шоферпопа, который исключительно отзывается на мероприятия школы. И в свой вот этот вот достаточно короткий визит тоже выразил огромное желание участвовать в ее мероприятиях и в этих дискуссиях. Огромное спасибо, Адреса. Я хочу также сказать заочное спасибо его коллеге, нашей общей подруге Барбаре Фоноу, которая очень хотела быть здесь, но, к сожалению, она так чудовищно позавчера сломала ногу, что, приготовив это мероприятие, она не смогла быть здесь. Огромное ей тоже спасибо и привет. Я хотела бы вот что напомнить. Где сейчас располагается на самом деле школа с ее дискуссиями? Не так, как видится еще кому-то, кто пишет на статье о нас или говорит публично, но так, как мы это видим. Значит, прошли выборы. Можно сказать, какие проценты за, против и так далее. Мы сейчас не обсуждаем совершенно эти данные, но у нас есть избранный президент, который будет формировать, помогать, дозначит премьер-министра, утвердит Дума и потом будет формироваться правительство. Что же делать тому меньшинству, чье мнение на самом деле никак не учтено и более того, как оно себя будет, мне кажется, чувствовать в новой вот той ситуации, риторике, которая до сих пор пока продолжается. Меньшинство, по-моему, это я всегда повторяю на наших семинарах, имеет такое же право считаться гражданами своей страны, как и большинство. Просто у него в данном случае есть очень важная функция. Прежде всего, это контроль за той властью, которая функционирует в стране от имени большинства. Дискуссия, мнение и всякие другие возможности, которые помогают власти быть более публичной и более транспарентной. То удивительное протестное движение и лица, и люди, которые, если в толпе друг друга толкали, то обязательно говорили слово «извините», на меня произвел совершенно фантастическое впечатление. Я говорю про Болотную даже, когда было сколько там, минус 22, минус 23, минус 24, и какой-то молодой человек стоял с плакатом, с голыми руками, вдруг какая-то сердобольная женщина взяла и предложила ему фантастические замшевые перчатки. И она уже точно знала, что эти перчатки к ней никогда не вернутся. Молодой человек сказал «я». Она говорит «берите, берите, держите свой плакат». Значит, это особая толпа, то, что я видела позавчера, удивительные молодые люди, которые умеют говорить, которые знают, что хотят, которые будут отстаивать свои интересы, и что я могу сказать. Очень важно для меня, по крайней мере, чтобы вот это эстетическое впечатление, которое я получаю от толпы, и у многих членов этой толпы, не осталось только эстетическим. Потому что мы знаем, что такое катарсис, и он может разрешиться только вот в такой ситуации. Я считаю, что мы опять начинаем жить в замечательное время. Время обсуждений, дискуссий. И я думаю, что школе удастся продолжать вести современную дискуссию для того, чтобы наша страна продолжала свой путь в сторону правового государства. Спасибо. И Инна Березкина, которая на самом деле рулила весь, всю эту встречу, и на все, значит, сигналы, семафоры и всякие другие побочные явления очень реагировала. И в конце концов нас всех собрала. вот она стоит. И я хочу ей тоже сказать огромное спасибо. Вот Инна вместе с фондом приглашает нас всех на фуршет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ